ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 одежды Хох Пикоев выпускает коллекции под брендом «Пикоев». Под этим брендом ранее уже вышли две коллекции – «На вождение» и «Вторая любовь», которые также завоевали международные награды. «Пикоев Коллекшн» участвовала на неделе моды «Краснодар Фэйшн Уик» в четвёртом сезоне, на международной неделе моды «Волга Фэйшн Уик» и на неделе моды «Нева Фэйшн Уик» в Санкт-Петербурге. Хох Пикоев является лауреатом 24-го международного конкурса молодых дизайнеров и моделеров «Подиум-2017» в Геленджике и дважды лауреатом международного конкурса «Пульс моды». «Я всегда с гордостью участвую от Южной Осетии, потому что когда объявляют на подиуме Южная Осетия, участники из Южной Осетии, я бываю очень рад, потому что я могу заявить о своей республике ещё и на таких площадках в мире моды. И, конечно же, я никогда не буду выступать за какой-то другой город, потому что я из Южной Осетии. Даже не вижу смысла выступать за какой-то другой город. Но если когда-нибудь что-то будет, допустим, какой-то конкурс, где меня именно отобрали для того города или что-то такое, только в таком случае, может, просто буду участвовать». «Я работаю для людей, учитывая их вкусы. Думаю о том, в чём им будет комфортно ходить», отмечает талантливый дизайнер. Стать дизайнером Бикой входил с детства. Часто рисовал эскизы. Первую свою работу молодой дизайнер сшил 22 года для своей племянницы. Первый наряд, который увидела публика – вечернее платье, в котором выступала оперная певица Вероника Джоева на концерте во Владикавказе. Первая коллекция Хоха Бикоева составила из 60 образов, в их числе повседневная и спортивная одежда, вечернее платье. Дизайнеру ещё не удалось полностью представить всю коллекцию за пределами республики, так как на конкурсах можно представить максимум 5-10 образов, а на неделях моды не больше 20, поясняет дизайнер. «Участие в показах мне, конечно, дают в первую очередь самоутверждение в своей работе, понятие того, что я делаю что-то хорошо. И, может быть, живя в южной сети, я этого не понимаю, но выезжая, когда тебе говорят профессионалы, когда тебя хвалят и говорят, что твоя коллекция — это хорошая коллекция, то у тебя внутри снова появляются силы делать что-то другое, что-то новое и каждый раз идти вперёд. Стараюсь всегда по возможности участвовать в показах, потому что так я больше пропагандирую своё искусство, свой город. И я стараюсь не пропускать показы, когда меня приглашают. Это всегда новые знакомства, это всегда повышение квалификации, потому что ты видишь, как работает в том или ином городе. Это всегда новые встречи, новые эмоции. Я всегда благодарен нашему президенту Анатолию Ильичу, потому что он меня всегда поддерживает с первых же дней. И ему большое спасибо». Для подготовки коллекции много времени уходит на пояс ткани и фурнитуру. «Коллекция у меня рождается в голове, после чего я рисую эскизы. А когда понимаю, что готов рассказать историю, подбираю ткани и начинаю шить», — делится дизайнер. Хох Бекоев занимается и индивидуальным пошивом одежды. С каждым клиентом мы встречаемся, обсуждаем платье. «Если оно мне нравится, я соглашаюсь, а если нет, предлагаю купить подобное платье в магазине», — говорит Бекоев. Каждый год он принимает заказы на пошив платьев к выпускному балу. Глядя на прекрасные эксклюзивные модели одежды от Хоха Бекоева, трудно поверить, что автор работ не имеет профессионального образования. Дизайнер относится к этому скептически, отмечая, что главное в его деле — вкус и чувство стиля. «Я всего лишь дизайнер, который придумывает наряд и живет один сезон». При этом дизайнер является самим строгим своим критиком, предъявляя к себе строгие требования. Наверное, поэтому у него получается быть лучшим. Доказательством этого служат многочисленные победы на различных российских и международных конкурсах. Дальнейшие творческие планы дизайнера довольно амбициозны. Он мечтает открыть свой магазин, шить размерный ряд для собственной коллекции. А в ближайших планах — новая поездка в Россию и покорение новых олимпов моды. «В ближайшее время я пока что работаю на своей новой коллекции. Готовлюсь к поездке в Москву для участия в конкурсе «Фэшн-битва». И, думаю, будет еще пару показов, на которые мне нужно поехать. И я поеду 22 октября за своим золотым наперстком на галопоказ, который пройдет в Солгу». Дизайнер имеет хобби. Он коллекционирует наперстки, которых у него, к слову, уже набралось большое количество. Наиболее ценным из них стал наперсток, изготовленный фирмой «Гуриати» из золота и серебра, которую он получил в награду, став обладателем гран-при Международного фестиваля в Северной Осетии. Бегой уже приступил к работе над новой коллекцией и уверен, что снова услышит свое имя среди победителей конкурса и вновь привезет награду на родину – Республику Южная Осетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова